Сегодня можно, наконец, сказать с полной уверенностью, нет ни одного действия российского руководства, которое не одобрил бы народ. Если завтра начнут детей есть живьём, будут только ещё и подносить приправы. Понимаете, никакой абсолютно... Я совершенно не собираюсь российское население за это рассуждать, потому что оно живёт в условиях диктатуры, оно живёт в условиях такой тирании, правда, тут поневоле задашься вопросом, а что лучше, потерять всех детей или сесть в тюрьму? Но, видимо, российская тюрьма, и это очевидно, настолько ужасна, что людям проще потерять всех детей. Дети-то отдельно, а в тюрьму садиться приходится самому. Да, своя шкурка, условно говоря, ближе к тельцу. Поэтому ресурс России бесконечен. Она может убивать своё население об Харьков, об Киев, об Украину на протяжении любого времени. Более того, Россия перешла, как она любит об этом говорить, на военные рельсы. У России появилась привычка к военной риторике. Весь мир против нас, мы несем ему спасение, он не хочет спасаться, тем хуже для мира. Российская армия, благодаря своему бесконечному ресурсу, плохо она воюет, с потерями, с травмами большими, она готова воевать бесконечно. Мы это понимаем, что пока была, помните, такая идея, что Запад воюет с Россией до последнего украинца, Россия готова воевать до последнего человека абсолютно, без каких-либо ограничений. Так что слабость российской армии, якобы не способной взять Волчанск, не надо преувеличивать. Если надо, она возьмёт Волчанск. А если нельзя будет взять Волчанск силами обычных вооружений, она взорвёт тактическое ядерное оружие. А если не получится тактическим, она использует стратегическое. Ну, то есть нет никакого морального или финансового ограничителя. Россия действительно много раз об этом говорила, и под конец это стало правдой. Россия сделала последнюю ставку. Россия готова на всё. Это первая часть вопроса, которая здесь вот задана. Теперь вопрос более важный, как к этому относится население. Понимаете, вот я сейчас писал про Светония для дилетанта. У них там номер, посвящённый Бруту. И вот Светоний, это действительно, он зафиксировал удивительную вещь. Его отношение к Цезарю довольно амбивалентно. Ну, то есть он замечает за ним и самодурство, и определённую, там, скажем, религиозную нечистоплотность. Когда надо изменить волю богов, он её легко меняет, приписывает богам то, что хочет. Сам меняет результаты гаданий, всё это легко. Но Цезарь вызывает уважение по одному параметру. После Цезаря все его легионы, вся его гвардия о нём рыдала и грозилось убить заговорщиков. Народ, который устал от диктатуры Цезаря, в общем, Светоний пишет, что его хотели бы сместить или поменять. После его смерти обожествил его немедленно, потому что при Цезаре они все чувствовали себя частью масштабного исторического процесса. Им всем казалось, что они высоких зрелищ зрителей. И в этой ситуации, по всей видимости, сегодняшняя Россия, может быть, она устала от Путина, но она, тем не менее, не готова менять идентичность. С Путиным мы не просто прозябаем, не просто бегаем в пресловутые сортеры на улице, не просто отапливаемся газом из баллонов. При Путине мы часть исторического процесса, спасающая мир. У нас есть великая задача. Мы не просто подыхаем, у нас не просто пивные животы и пузыри на коленях. Мы спасители мира. А если мы умираем, а умирают, кстати, далеко не все, то за великое дело преображение всего мира в русский мир. Это довольно сильный стимул. И я замечал много раз, что на протяжении российской истории внешняя угроза всегда является абсолютным механизмом сплочения страны. Это синдром такой, понимаете? Мы можем жить сколь угодно плохо, но мы настолько отличаемся от остального мира, что стоит нажать вот на эту педаль, на этот электрический импульс. Мы отдельно от всего мира, мы против всего мира, мы никогда не будем ими, они никогда нас не любили. Пойдем и всех убьем, потому что мы самые добрые. Вот эта идея сплачивает Россию стопроцентно. Поэтому это, в общем, перспектива эскалации войны, допустим, на харьковском направлении. Да, она не гасит, она зажигает. И будет зажигать вечно. До тех пор, помните, как Голда Мейер сказала, они будут с нами воевать, пока они не будут любить своих детей больше, чем ненавидят наших. Поскольку с любовью и эмпатией сейчас в России обстоит очень плохо, они готовы убивать. Никакого более достойного занятия им сегодня мир не предлагает. Ведь понимаете, сегодня Владимир Путин, особенно на фоне триумфов Ле Пен во Франции, особенно на фоне грозящей победы Трампа в Штатах, сегодня Владимир Путин такой типично популистский лидер, который как бы говорит гнилому Западу, ну ладно, сколько можно. Пришло время радикального обновления, который тут временно и слазь, кончилось ваше время. Я абсолютно не удивлюсь, если, например, Грета Тунберг, трогательная женщина молодая, которая тоже, значит, строит свой имидж на новом коформизме, тоже приедет и будет здесь говорить о том, что вот Запад убивает цивилизацию, а Россия, может быть, ее спасает, да, например, спасает ее, разрушая промышленность Украины. Это не исключено, это возможно. Понимаете, если уже Америка дожила до антисемитских демонстраций, а такое, увы, бывало, как это ни ужасно. Мы вполне можем дожить до демонстраций пути низких. Я хочу вам напомнить, чьи портреты были на парижских баррикадах в 67-68 годах. Ведь там же были не Маркс и Энгельс, а Сталин и Мао. И Мао Цзэдун, ну, что там, говорит, массовый убийца, да? А Пол Потт, который учился, между прочим, в Париже, и у которого находились в Париже горячие сторонники, хотя он убил каждого четвертого компучийца и не расстрелял, а забил по голове мотыгами. Но находились люди, которые говорили, что это возвращение к основам, и вообще компучия превратилась в страну художников, в страну философов. Были такие люди, понимаете, уроды. Поэтому ничего удивительного в том, что некоторое количество леваков, правоков, радикалов в любом случае, обращаются к России. А ничего здесь нет удивительного. Все-таки Россия пока еще не маоистский Китай, хотя ставить профессуру на колени и плевать в лицо. Новый хунвибин будет обязательно. На эту тему не надо даже сомневаться. Но давайте сформулируем, да? Нет такой мерзости, которую в жажде пиара не поддержал бы западный радикальный интеллектуал. Нас много. Нас на самом деле много. И давайте будем показывать это друг другу. Подпишитесь на канал Ходорковский лайф. Обязательно смотрите другие наши видео. Это невероятно важно, потому что вместе мы сила и вместе как минимум веселее.